Практическая психология Здравствуйте, в эфире программа «Практическая психология». В студии практикующий семейный психолог Надежда Бушмелева. Сегодня у меня в гостях кризисный психолог, психотерапевт Артём Скобёлкин. Руководитель Центра «Два крыла». Артём, здравствуйте. Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте, все, РД слушатели. Отлично. Вот, смотрите, сегодня я пригласила вас раскрыть тему «Секреты нашей психосоматики». Знаю, что у вас, кроме высшего психологического образования, есть ещё и медицинское образование. Да, это так. У меня есть медицинское образование по специализации лечебное тело. Следовательно, как никто другой, знаете, что наше тело чётко реагирует на наше психологическое состояние, как и, в принципе, мы иногда реагируем на наше состояние тела. Психосоматика. Такое популярное очень сейчас слово. Слава Богу, дожили до тех времён, когда врачи, уже обследовав человека, говорят ему «Вы здоровы», тут, наверное, психосоматика, и отправляют к психотерапевтам или уже к психологам. Как часто вы работаете вот именно с психосоматическими проявлениями? Сама тенденция о том, что психосоматика начинает приниматься во внимание, наконец-таки, она видна по тому, сколько лет человек ходит от момента первого обращения к терапевту до психолога. В начале это было по 3-5 лет люди ходят, а потом всё-таки сами терапевты, сами врачи, так как они тоже люди, и они тоже чувствуют, что психосоматические проявления имеют место быть, они одним из причин, одной из причин видят это и направляют человека на консультацию к психологу, психотерапевту. Само слово «психосоматика», наконец-таки, да, оно опять-таки начало широко обсуждаться. И оно вынуждено начало обсуждаться, потому что какое-то время уже замалчивать и говорить о том, что вот, ну, это такая блажь, можете ещё здесь ходить, но не получается, потому что если это одна из причин, то её умом замалчивать не удается. Вместе с этим психосоматика в сознании обывателя – это что-то напротив, что-то на вроде кармы. То есть мы все слышали это слово, но не все вообще понимаем, с какой стороны к нему подойти и что это значит. Никогда не ставила знак «равно». Это абсолютно неравная вещь. Это то, что примерно по степени доступности понимания. Мы можем сюда вставить, например, другое слово, например, о том, как делают мороженое, к примеру, да, и что такое психосоматика. То есть мы это всегда трогаем, мы это едим, но мы не знаем, как. Так вот, психосоматика – это то направление, которое включает в себя психологию и медицину. И как раз-таки говорит о том, как влияет психологический фактор на медицинский фактор. Психология – это наука души. Душа приходит в этот мир, если мы будем говорить вот так иносказательно, приходит в это тело для того, чтобы исполнять какие-то свои задания, задачи, выбранные для себя. И её часто сравнивают с водителем в автомобиле. То есть если тело – это автомобиль, то душа – это водитель, который едет по своим задачам в нужном направлении. Кто-то выбирает экскаватор, кто-то выбирает гоночную какую-то автомобиль с откидным верхом. Но чаще всего механики, которые ремонтируют автомобиль, говорят, что трудности, проблема не в самой машине и не в самом водителе, а в том, как этот водитель этой машиной управляет. Так вот, психосоматика – это то, как человек, проживая свою жизнь, наносит вред сам себе и своему телу, и своему здоровью. Отлично. Знаете, такое прямо образно вы так объяснили, и мне понятно, и даже детям, мне кажется, если вот сейчас, например, дать ещё раз послушать наш с вами диалог, то они точно поймут, что такое психосоматика. А если же человек, например, прожив определённый отрезок жизни, говорит, «Ну да, я понимаю, что у меня вот там по какой-то той или иной причине вот эта болезнь могла возникнуть», то очень часто бывает так, что, например, врач-педиатр родителям говорит, «Вы знаете, вот по анализам всё хорошо, я не знаю, почему ваш ребёнок до сих пор кашляет. Я думаю, что это психосоматика, сходите-ка вы к детскому психологу». Ну там, да, или ещё куда-то. Родители возмущаются. Я с этим сталкивалась. Но у нашего-то ребёнка, которому там 4 года, да, какая может быть психосоматика, он только-только ещё жить-то начал? Понятно, там, нам когда за 40, да? Вот психосоматика, она как-то делится по возрастам? Начну немного сбоку, да, чтобы не сразу отвечать на вопрос, а немного заинтриговать. Есть такое ошибочное представление о том, что психосоматика начинает быть примерно тогда, когда у человека начинает приходить первая пенсия. Вот, то есть пошла пенсия, пошёл сад-огород, и у человека как бы нечем заняться, кроме изучения своих психосоматических симптомов. Прислушиваться к себе, присматриваться. Да, а на самом деле дело чуть-чуть глубже. У всех, у кого есть психика, у всех есть влияние этой психики. Если водитель ведёт автомобиль, то он всё равно его как-то ведёт. Да, возвращаясь к этому, к вопросу водительства, широко обсуждался один момент, когда мужчина 40 километров проехал на новой машине, но на ручнике. Ну вот плохо идёт, но он, ну не знаю, невозможно, да? И он как-то плохо управляется. И вот наше тело иногда бывает, тело говорит, я себя плохо чувствую. Плохо чувствует, значит, меня машина моя, моё тело не слушается, а я усиленно кручу педали, давлю на газ и делаю всё, чтобы куда-то приехать. Так вот, и ребёнок, он тоже усиленно крутит педали. Но наша психосоматика, она как раз-таки начинает проявляться тогда, когда нет возможности по-нормальному реагировать на что-то, по-нормальному жить. Вот, к примеру, психология очень часто, я один из первых центров, в котором я вообще начинал свою практику, называлась гармония. А зачастую сравнивают психологическое здоровье вот с определённым балансом каким-то. Но баланс – это понятие равновесия физическое, физика. А гармония – это понятие музыкальное, когда есть одновременные, не знаю, трубы медные, которые ужасно низко звучат, ну, красиво низко звучат. А есть вот этот вот треугольничек, который дзынь, и тоже там раз в 4 минуты он это всё делает. Так вот, гармоничное проживание – это когда мы одинаково можем проявить и радость свою, и своё негодование, свою досаду, но в экологичном формате. Так вот, иногда бывает так, что приходит мама или папа у ребёнка и говорит, знаете, я начинаю замечать, что ребёнок вот упал, посмотрел на меня и даже не плачет, хотя я знаю, что ему больно, значит, с ним что-то ненормально. Ненормально, да. Потому что, в принципе, это нормальная реакция, когда ты упал, тебе больно, и ты хочешь плакать. Это нормальная реакция для любого, мне кажется, возраста. И ненормальность здесь только в том, что ребёнок боится или опасается отреагировать. Есть такое слово, которое обычно стараюсь избегать, но отреагировать свои эмоции. Потому что родители наругают, кто виноват, что ты упал, ты виноват. А так, так ты ещё и плачешь, значит, ты виноват вдвойне. А вообще-то ещё мужчина, да, у нас есть, да? Ну, конечно. Если девочка может плакать, то мальчик ни в коем случае. Да, плакать нельзя. И мы как раз-таки выходим на то, что на даже психологическом уровне ребёнок более-менее кажется здоровым. На телесном уровне он здоров, а вот на психоэнергетическом, психотелесном он уже начинает чувствовать себя неправильно. Потому что психосоматика разбирает три уровня проявления любой проблемы, любой трудности, которые есть. Это уровень физический, мы ещё называем телесный. Это уровень психологический, который мы называем душевный. И уровень энергетический, который такой силовой. То есть количество энергии в нас, количество силы в нас. Когда мы идём с утра, вернее, после отпуска на работу, мы буквально в припрыжку прыгаем. Но когда мы идём после трёх месяцев непрерывной работы домой вечером, то потом не скажешь, что мы особо счастливы. Иногда так бывает. Так вот, вопрос как раз-таки разбирается в психосоматике тогда, когда на всех трёх уровнях есть определённые недочёты. И один из мифов психосоматики, что вот, например, зуб у человека болит, когда что-то не так с его родственниками дальними, к примеру. Если слева со стороны жены, если справа со стороны мужа. То есть, возможно, в некоторых очень редких случаях это и так, но по факту бывает так, что когда на всех трёх уровнях, и на телесном иммунитет упал, и на физическом, вернее, на физическом и телесном, и на душевном уровне, на психологическом, и даже на уровне энергетическом, вот тогда все три этих аспекта совпадают, и возникает какая-то определённая проблема со здоровьем. То есть, получается, что если, например, человек, осознав какой-то уже один уровень, то он может не запустить уже второй и третий, да? Да, конечно. Бывает так, что человек устает, ну, прям вообще. Вот физически, например, я устаю, да? И я понимаю, что сейчас мне нужно просто качественно отдохнуть. Один из моих знакомых, который был участником Первой Теченской войны, он говорил, что там не было времени, да я думаю, в любой войне нет времени на то, чтобы возиться со своими трудностями. Вот ты какой внешний, ты такой и внутренний. Если тебе тяжело, ты стонешь и ползёшь. Если тебе радостно, ты пляшешь и ведёшь себя как ребёнок радостный, да? И когда нет возможности внутреннему и внешнему соответствовать, вот тогда возникают вот эти все трудности. Вот постараюсь объяснить, давайте чуть проще, чем я обычно разговариваю, для того, чтобы эту сложную и трудную достаточно проблему, её как-то можно было понять не только мне, говорящему об этом, а ещё кому-то, я постараюсь сделать, ещё упростить. Когда мы говорим про силу, про энергию, про что-то, то мы можем представить, что вот в проводе, в котором мы все заряжаем телефон, есть определённая энергия, которая идёт туда-сюда. Наш аккумулятор заряжен как-то в нашем телефоне или ещё где-то в определённом уровне. Так вот, бывает три вида психотерапевтических заболеваний, если мы их очень сильно упростим, всего три вида. Первый вид, когда энергии в теле, вот этой силы накоплено слишком много. Второе, когда её растрачено много, её осталось очень мало. А третий, это смешанный тип. Вот с какого мне сейчас начать? Ну, давайте с самого низкого. Смешанный тип – это то, с чем обычно сталкиваются садоводы, когда они купили только-только новый шланг, его расстелили, подключили, воду пустили, а воды нет. Оказывается, что где-то он пережат. Так вот, бывает так, что у нас есть агрессия, есть злость, у нас есть столько всего, что сказать этому негодяю. Но так как мы люди воспитанные, то в нашем горлышке, а именно в горле, в самом узком месте вазы, сосуда, это всё останавливается, потому что неприлично, как это всё выместить. Но ведь вода-то есть, напор-то есть, и воды-то прибывает. И рано или поздно это куда-то должно деться. Но если мы настолько воспитанные, что мы не можем на своих близких, на своих, ну, просто никуда, и мы не можем даже в караоке петь шальную императрицу в три часа ночи на весь город, то это означает, что где-то у нас прорвёт. Всё равно. Вопрос времени, да? Да. И вот в этой ситуации где-то в шланге много накопилось, а где-то очень мало. И многие, ну, достаточно многие состояния проявляются в том, что, например, сверху, в верхней половине у человека очень много энергии, а в нижней мало. И бывает так, что человек говорит, да, у меня очень часто возникают острые респиратурные заболевания. Вот всё, что острое, это значит много воспаления, да, там много, там прямо палит. А там, где мало, там хроническое заболевание. Он говорит, ноги еле идут, а вот агрессии внутри очень много. Давайте разберём эти состояния, когда энергии просто очень много, когда у нас кто-то кричит, у нас копится, 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 копится. Вот всё, что связано с давлением, большинство трудностей, связанных с головными болями, с агрессивностью, с крикливостью, с моментом, когда человека только задели, а он в ответ готов голову откусить к тебе, да, то это говорит о том, что энергии слишком много. Так вот, длительное время нахождения большого количества силы в этом месте нежелательно, потому что всё начнёт трескаться, да, и всё начнёт болеть. Когда же холодное состояние, когда мало энергии в этом месте, это параличи, это апатии, это ослабление вялости, сухости, вот все вещи, которые возникают с человеком. И разобрав на этом примере даже просто его тип состояния, к чему относится, мы можем понять, а что необходимо добавить. Если это состояние смешанное, и где-то много энергии, а где-то мало, мы можем сделать так, чтобы человек сам распределил её грамотно, даже на уровне слева теплее или справа теплее, с помощью визуализации, с помощью тех картин, от которых люди плачут, тех образов, от которых люди буквально, вот то, что в них копилось долгие годы, он находит свой прорыв. Если это состояние холодное, когда недостаточно чего-то, и очень много человек тратит, нужно разобраться. Он очень много тратит или очень мало получает? Получает от окружающих, от людей? Удовольствие, от себя, потому что мы же потихонечку к нам накапливается, нам приходит это всё от нашей радости, от нашего удовольствия. Если мы не получаем удовольствие, получаем только денежное удовольствие, нам его кажется мало, потому что удовольствие – это две трети от радости, а денежное удовольствие – оно радостно только в момент получения почти что. А это бывает редко, два раза в месяц. И поэтому люди, которые говорят, что психосоматика – это, наверное, миф, на самом деле упускают момент, что психосоматика – это как держать руку над, наверное, планем свечи. Ты можешь в это не верить, но это всё равно жжёт. И вот чтобы не жгло, нужно либо свечу затушить, либо руку убрать, либо что-то с этим сделать. И самое интересное, когда человек начинает убирать, когда он начинает делать это, это действительно помогает, и это действительно находит отражение у человека в здоровье. К примеру, есть люди, у которых головная боль, с которой человек ходил годами, её можно снять за полторы минуты с помощью правильного представления о том, что происходит сейчас. С помощью того, как человек сам же мысленно, руками делает определённые действия, и как он возвращает себя в это состояние. Почему? Так как вы практикующий психолог, что для меня очень-очень ценно, поэтому я хотела бы, чтобы вы сейчас хотя бы разложили мы с вами три вида, где много энергии, где мало энергии, где смешанный тип. И вот давайте на каждый тип какую-то практическую такую рекомендацию. Можно? Да, конечно. Вот, например, давайте сразу же, человек страдает головной болью. Вот вы сейчас вот начали. Хорошо, но только я прошу прощения у слушателей за вот эти вот и прочее. Так как это экспромт, я же буду брать изнутри. А вот так как внутри много, я буду долго искать какую-то нужную папочку. А у нас вообще разговорная радиостанция, поэтому мы можем себе это позволить. Ну, значит, публика, да, привыкшая. Вот головная боль – это состояние определённого спазма, спастическое. Когда человек не чувствует в свою голову, это значит, что там мало энергии, мало ощущений, мало силы. А спастические состояния – это то, что человек называет как давящее, тянущее, жмущее. Вот те виды боли, которые характерны для головной боли. И иногда я прошу человека, закрыв глаза, просто представить, а что это было бы, если бы это была вещь? Если бы это не просто состояние, а какая-то вещь. И человек говорит, знаете, я 60 лет живу на этом свете, я никогда ничего подобного не делаю, это вообще законно. Я говорю, ну, давайте мы попробуем, если что, я вас прерву. И он говорит, знаете, я закрываю глаза и чувствую, что на мне вот такой вот медный, как у одной из моих бабушек, вот медный-медный обруш, затянутый сильно-сильно. Я спрашиваю, вам он сильно нужен на голове? Он говорит, ну, честно говоря, вообще нет. Я говорю, это точно он? Он говорит, ну, я чувствую, что от него боль. Я говорю, может быть, мы, вернее, вы его как-то снимете? Он говорит, а что, можно? Я говорю, а нельзя? Он говорит, нет, я чувствую, что можно и, наверное, нужно. Я говорю, давайте попробуем. Но только наша задача как-то его кинуть туда, где его никто не возьмёт, и где он просто будет лежать, никого не касаясь. И никому не причинят. И вы должны услышать звук его падения. Он говорит, секундочку. Я настраиваюсь на долгую работу, удивляюсь, когда он говорит, всё, я его запульнул так, что теперь мне одна живая душа. Я говорю, как ощущения? И вот сидит 60-летний мужчина с сединой в висках, который такой статный, и скупая мужская слеза, стекает по его усам. Он говорит, знаете, ничего подобного раньше не было. Он говорит, прошло. Изредка, встречая его, я бою, ну так, аккуратненько спрашиваю, как? С головной болью? Он говорит, с какой головной болью? А, нет, всё хорошо. Это мы говорим про головной боль, про состояние горячности. То есть что? Это с помощью образного мышления, да? Это с помощью... Вот если человек... Вот давайте тоже, раз уж у нас это имеет определённую пользу, приходит человек на консультацию, говорит, знаете, я в последнее время чувствую, что у меня болят суставы, которые отвечают за сжатие, сжатие колен. Я на полусогнутых всю жизнь хожу, и это достаточно давно. Я говорю, а когда это впервые началось? Он говорит, я не знаю. Я говорю, давайте, чтобы не спрашивали у всех соседей и у других не знающих людей, у вас всё-таки поинтересовались. Он говорит, ну вот я чувствую, что это было лет 5 или 7 назад. Я говорю, а что было 5 или 7 назад? Он говорит, а я стоял на основке в 5 часов утра, и так как он служил в войсках, он в 5 часов утра ждал какой-то автобус, чтобы куда-то уехать. И вдруг откуда-то, неизвестно откуда, вылетает машина с возможным пьяным водителем, и вот врезается в бордюр в метре от этого мужчины. И он говорит, у меня внутри так всё сжалось, и... А я говорю, стоп, а когда разжалось? Он говорит, что разжалось? Я говорю, ну то, что сжалось. Я понимаю, что некоторые люди могут посчитать меня сумасшедшими от таких слов, но он говорит, знаете, мне кажется, никогда. Никогда. Я говорю, давайте разжимать. Он говорит, это больно, я говорю, ну не больнее, чем это сжималось. И на самом деле в какой-то момент он чувствует расслабление, отпускание. И этот, кстати, приём используется довольно успешно. Правда, не вот в провинциальных городах, а при лечении фантомных болей в хирургических отделениях, когда после ампутации почти, что, ну знаете, говорят, до 30% людей чувствуют нестерпимую боль в конечности, которой уже нет. На физическом уровне, да, действительно, нервные окончания, они дают определённое ощущение, но конечности-то ведь нет. На уровне психологическом, да, есть ощущение какое-то, да, на уровне энергетическом есть ощущение какое-то. Но есть некоторые приёмы, которые позволяют расслабить, когда человек, ставя зеркало перед имеющейся конечностью, видя в этом зеркале как будто бы та конечность, которая у неё есть, его задача просто расслабить ту руку, которая в зеркале отразится как расслабленная. И с этого момента больше не болит. Да, и он чувствует себя совсем по-другому, да? Совсем по-другому. Ну, человек, который выздоровел, он чувствует себя всегда по-другому. Хорошо. Артём, вот, знаете, хотелось бы узнать. Есть такое мнение, что с психосоматикой, да, чтобы работать с этим, нужно ходить там 10-20 раз. А вот вы рассказываете о тех приёмах, которые можно, в принципе, один раз пришёл, да, к квалифицированному специалисту, и ты освобождаешься вот от этой психосоматической боли, да? Дело в том, что есть определённые принципы оказания помощи, даже психосоматической. На Востоке очень часто говорят о том, хотя я не являюсь таким транслятором восточных истин, о том, что вот сколько человек заболевал, столько же он должен и выздоравливать. Но, на мой взгляд, это необходимо именно для самого человека, который держался за свой болезненький, потому что есть определённые предрасположенности к психосоматическим заболеваниям. Ему необходимо вот это. Кому-то необходимо отходить много сеансов, кому-то необходимо самому себе позволить выздороветь, к примеру. И он должен как будто бы отдать всё, что у него есть, чтобы появилась хоть какая-то надежда на его выздоровление. Но на самом деле, введя, например, какие-то консультации удалённо, в формате переписки, в формате скайп, в формате телефонного обычного разговора, я понимаю, что по времени всё зависит от того, насколько верно выбрали, во-первых, цель и те шаги. Потому что вот 10 лет это будет, или это будет полторы минуты, зависит от того, насколько мы точно нащупали. А вот эта точность нащупывания зависит от того, насколько человек искренен, насколько терапевт профессионален, ну, не будем уже, да, скрывать это, и насколько они оба готовы к какому-то контакту. И насколько, да, оба готовы работать, да? Да, с точки зрения бизнеса, конечно же, привязать человека на 20 лет на 3 раза в неделю – это здорово. А с другой стороны, есть определённая ответственность врача, потому что его задача – не забить свой коридор пациентами. Это, наоборот, является определённым показателем некомпетентности, когда люди раз за разом к нему возвращаются. Задача – научить человека пользоваться этим самостоятельно, так как я, ну, мне кажется, что человек должен, наверное, уметь это делать. И опираться сам уже на себя дальше, да? Вот какой-то, наверное, 13 лет назад, в 2005 году, я впервые узнала об особой практике, которая позволяет привести свою психику и свой ум в порядок. Это достаточно новая практика, которая имеет под свой древние корни, и она как раз-таки говорит о том, что нужно уравновесить своё внутреннее и внешнее, своё левое и правое, и своё верхнее и нижнее. И в этой ситуации будет достаточно комфортно. Какое-то время я этой практике обучался, и сейчас я обучаю этой практике. Это практика, ну, я думаю, что мы можем о этом сказать, практика рейки, которая используется в психотерапевтической работе как аналог телесно-ориентированной терапии. Когда человек вдруг чувствует, что в ноги, он говорит, как будто горячая вода пошла. Так вот, это именно то, что и должен чувствовать человек, который долгое время ходил с ощущением о неменем ног. И это человек каждый может делать. И только от того, что люди не знают, возникает необходимость приходить к врачам. Я вот прямо сейчас уже чувствую, как наши слушатели, которые нас слушают, они говорят, так, вот про первый вид, когда всё про головную боль мы с вами говорили, когда много энергии у человека. Мы рассказали практическую часть. А теперь давайте перейдём ко второй части, когда у человека низкий уровень энергии. Вот, к примеру, у человека очень мало денег в кошельке. В дорогом, хорошем кошельке очень мало денег. Почему? Первая причина – он все деньги потратил на кошелёк. Ну, то, что может прийти мне в голову сразу же. То есть у него траты несоразмерны с тем, что он получает. Второй момент – это когда он получает вроде бы достаточно, но он очень много, вернее, он очень мало получает. Если первый он получает и тратит много, то второй он мало получает. Мало получает энергии, мало получает радости. Мало получает чего-то восстанавливающего. То есть для того, чтобы зарядить телефон, у нас есть розетки. Но для того, чтобы зарядить себя, у нас нет той обстановки, в которой мы находимся. Честно говоря, вот вся большая часть, наверное, проблем, с которой я сталкиваюсь – это проблема отсутствия смысла в том, что человек делает. Он говорит, да, я работаю с 8 до 6. Потом садик, потом вечный огонь, у которого я там что-то жарю, потом мы все это дружно едим, потом небольшой просмотр телепередачи, и дружно мы ложимся спать. Но вот для чего я это делаю, кроме того, для чего иду в садик и готовлю еду, я не понимаю. Для денег – ну, возможно. Так вот, человек, находящийся в условиях, когда он должен что-то делать, не получая ни удовольствия, ни смысла, он отдаёт энергию своего здоровья, энергию, просто мне бы не хотелось говорить слово «энергия» в смысле таком эзотерическом. Ну, конечно. Потому что ведь тот свет, от которого мы сейчас пользуемся, эта энергия вот именно электрическая. И когда мы с утра провыспались, мы говорим, что мы энергичны. И если мы возьмём словарь психологический, 60 лет назад там есть по определению, что такое энергетичность, энергичность. Так вот, в состоянии, когда человек очень много, ну, допустим, у него нет этого ощущения какой-то радости, у него есть ощущение… Кстати, все хронические, я слово «все», наверное, зря сказал, большинство хронических заболеваний так или иначе под собой имеют основу недополучения. Хроническое – это затяжное, долгоидущее, вялое, как мы видим, вяло-текущее. Как работать с этим состоянием? Какую-нибудь практику? Вот, потому что всё-таки у нас практическая психология. Можно? Например, человек говорит, я чувствую, что я недополучаю того, что я должен был получить. И в какой-то момент нам не важно копаться вот в этом всём, лезть в психотравмирующее прошлое, вспоминать, как его отчим ударил его четыре раза чем-нибудь по лицу. Мы просто говорим, вот давай ты мысленно, пусть не физически, мысленно выставишь ладошки и представишь, что теперь тебе на них что-то, что-то хорошее, доброе, светлое положится. Сидит женщина, у неё в коридоре сидит взрослый, серьёзный мужчина, и она плачет, как девочка, потому что ей дали что-то, что она никогда не имела, но что ей очень хочется. И потом я говорю, если вам хочется, вы можете это приложить к своему сердцу. И она начинает одновременно плакать и смеяться. То есть это одно из моих любимых состояний пациента, клиента, когда он начинает и плакать, и смеяться, и виновата, как бы говоря, извините, что со мной сейчас такое, но это здорово. Я сразу могу сказать, что это не всегда и не у всех сразу. Не всегда и не у всех через какое-то время, но когда это находится, это всегда очень ярко, потому что человек начинает получать то, что он не получал, и неважно, как это было. И если она в следующий раз придёт и поймёт, что вот туда, куда она день за днём ходит, где из неё только берут, 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 её не устраивает, она скажет, знаете, наверное, я пас, но вот на сегодня, наверное, я дальше не с вами. Я желаю вам удачи, но, наверное, не с вами. Мне бы хотелось всё-таки капельку вообще моего времени остановиться на состоянии смешанных. Давайте. Потому что это, как правило, наиболее патологичные и сложно обрабатываемые ситуации. К примеру, панические атаки. Частые явления, надо сказать, да? На самом деле, я слегка удивлён был количеством людей, у которых эта проблема является проблемой их личной. Потому что с точки зрения психосоматики, да с точки зрения практикующего психотерапевта, толкового, любого, это не больше, чем зубная боль, к примеру, когда нужно понять, что нужно сделать. Вот если человек долгое время гребёт ногами, его ноги устали, и физическая мышца настолько напряглась, что сейчас её дальше напрягаться она не может, то есть определённый физический, такой защитный механизм, когда возникает судорога. То есть вот то... Я думаю, что каждый испытывал это. Да, то есть там мышца, она просто начинает сокращаться и сбрасывать накопленное. Так вот, паническая атака... Причиняя при этом боль, да? Боль – это такая вот посторонняя вещь, потому что как без неё сделать, уже, наверное, непонятно. Так вот, паническая атака – это та же судорога, но только это судорога психологическая, судорога душевная. Когда вдруг человек начинает трясти, и он не понимает, из-за чего и почему. Сопутствующие возникают. Страх смерти. А мало ли я умру, а мало ли что-то, а мало ли сердце становится. Хотя у людей, у которых есть панические атаки, у тех риск поражения сердечно-засудистой системы, он гораздо ниже, чем у других, потому что у них тренированная уже получается так вот эта система. Но вот это вот состояние судороги, люди, они его пугаются, и судорога усиливается ещё. У каждого человека, у большинства людей, кто испытывает паническую атаку, я вижу, что они в глубине души, да и снаружи они очень порядочные, воспитанные. И ещё те люди, которые боятся другим причинить своим словом что-то не то. Это, ну, такая самая верхушка, да, интеллигенции. То есть эти люди, которые каждое слово... Взвешивают. Взвешивают. Так вот весь осадок этот остаётся внутри, всё это накопленное внутри. И когда психика настолько уже с этим устала держать в себе и начинает скидывать, дополнительно боясь этого, люди усиливают, и они с этой панической атакой ходят, 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 пока не приходят в какой-то, ну, куда-то. Некоторые годами это делают, а потом оказываются, например, в отделении неврозов. Ну, конечно. И я думаю, что многие, кто нас слушает, не подозревают даже, как много порядочных и действительно уважаемых в области людей, в городе людей, бывали в отделении неврозов. То есть те люди, у которых очень высокая степень ответственности. Мне кажется, что не даром же ходит такая шутка, да, что каждый порядочный человек имеет право один раз в жизни оказаться в отделении неврозов. Да, потому что второй раз это уже что-то не то. Да, это уже будет психиатрия. Очень серьёзно. Ну, к примеру, раз мы сегодня так вот сыплим полезностями, да, есть... Вот, понимаете, в народе вот всё, что мы сейчас говорим с вами, это всё давным-давно известно. Народу всегда, наверное, это было известно. Когда мы говорим от радости в зобу дыхание сперло, зоб, горло, да, столько эмоций, столько нахлынувно, что вылить ты не можешь. Не могу, да. Когда мы говорим, почему... Ну, не мы говорим, вернее, а почему я встал у стенки, у меня дрожат коленки. Да. Потому что колени – это зона страха. Зона страха, и вот эта вот судорога в коленях возникает ощущение дрожи. Когда мы обсуждаем другие нюансы по поводу того, когда мы говорим, что человек какой-нибудь желчный или человек, который вот прямо он настолько злой, иногда действительно человек, у которого есть много невысказанной агрессии, его желудочное состояние, состояние желудка, кишечника, оно... Человек начинает, грубо говоря, у него начинает это всё болеть, потому что невысказанная обида, непроявленное, нереализованное что-то. И так как мы говорим о каких-то вот таких вот вещах полезных, ну, стараемся, по крайней мере, так как я знаю, что цель этой программы всё-таки принести реальную какую-то пользу людям, которые нас слушают, есть один достаточно чёткий и хороший пример, точный, вернее, и хороший пример, когда человек говорит на мне столько вот, столько на мне вот всяких обязанностей, Я такой вот ответственный, да? Есть такая шутка, человек говорит, вот мужчина – это кто? Это тот, у кого на шее галстук, а женщина – это кто? Это тот, у кого на шее дети, заботы, и мужчина с галстуком на шее, да, у себя. Так вот, человек, приходящий с большим уровнем ответственности, у него слегка приподняты плечи, слегка поджаты руки, слегка напряжена челюсть, потому что нужно держать вот это вот оскало какой-то. И одно из упражнений, которые мы предлагаем, это когда мы представляем себя стоящим на небольшом пне, в большом широком русском поле, в шинели, как у товарища кого-нибудь, при лёгком летнем дожде, когда вдруг эта шинель начинает намокать, человек стоит, стоит, и когда я говорю, вот когда будет невыносимо эту шинель держать, вы же скажите. Он говорит, мне невыносимо оставить с этой шинелью. Я говорю, если вы желаете, ну мало ли вы хотите, вы можете сделать лёгкий такой откидной взмах плечами, сбросить шинель и сделать шаг вперёд. И когда получится, вы мне об этом скажите. Но, как правило, не получается, потому что у человека начинаются всхлипы и радостные всякие моменты, и не всегда получается с первого раза, но это то, что мы можем снять с себя. И когда человек говорит, это что, я уже снял, ты снял только потому, что ты сам это и делал. Вот мы можем в нашей жизни как-то влиять на то, чему мы сами послужили причиной. Но есть такое правило жизненное, что заварил, то и расхлёбываешь, как правило чайника. И здесь так же. Выход там же, где вход. Да. К тому же есть некоторые моменты, которые некоторых людей делают более предрасположенными к этому заболеваниям. Если есть возможность у меня, я хотел бы их озвучить. Вы понимаете, есть у нас ещё время? К примеру, когда человек находится в постоянном стрессе. Стресс – это не просто тяжесть, которую ему необходимо выполнять. Стресс – это когда мы… Знаете, как волк в этой электронике 3М, когда яйца сыплются со всех сторон, и он не успевает даже понимать, с какой стороны. Это когда проблемы сыплются, неизвестно откуда и неизвестно когда. Сильный стресс, и человек постоянно находится в состоянии ожидания, в постоянном какой-то броне панцире, чтобы, не дай бог, что-то не случилось. А когда у него возникают постоянные отрицательные эмоции, которые не могут отреагировать. То есть вот как раз-таки в нём копится, 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 как в шарике, который когда-то должен взорваться. Когда у человека есть внутренний конфликт, это третья ситуация. То есть внутренний конфликт, когда он одновременно и это, знаете, и хочется, и колется. Когда одновременно в нём есть два противоречащих друг другу мотива. Я и хочу зажить полной жизнью, но у меня ипотека, и мне нужно ездить на той машине, которую я взял в кредит, чтобы ездить на эту работу, на которой я зарабатываю деньги для оплаты этой машины. Ну вот, когда всё это настолько становится единым целым. Четвёртое, когда у человека есть определённое чувство вины к себе. Вот это, ну прям, прям плохо. Даже не плохо, а это часто встречающиеся. Почему? Ладно бы он просто чувствовал себя виноватым. Но дело в том, что вина, она всегда ищет себе наказание. Если мы ребёнку скажем, ты виноват, и мы тебя накажем, но пока не скажем, когда, он будет ходить и придёт. Можно сейчас меня накажите, чтобы я уже не думал об этом? А человек, чувствующий себя виноватым, он начинает буквально притягивать, как магнит свою жизнь, какую-то вот значимую для себя, значимое для себя наказание, чтобы вроде бы от этой вины избавиться. Есть ещё такой момент, когда человек имеет вторичную выгоду от своих заболеваний. Он, его никогда, на него никто внимания не обращал. Ни родители, ни братья, никто. Он был просто деталью интерьера. И вдруг он заболевает сахарным диабетом в свои 13-15 лет. И все родственники вокруг него носятся. И когда мы доходим до момента, что вот-вот, и можно что-то с этим сделать, он говорит, я хотел бы пока оставить всё как есть. Потому что ты здоровый, я никому буду не нужен. А последний момент, предрасположенность, которая вызывает психосоматики, последний момент, это такое самонаведение. Вот как студент медицинского факультета, я могу сказать, что есть такой синдром третьего курса, называется. Когда ты читаешь... Знакомо. Когда ты читаешь какие-то симптомы определенного заболевания, понимаешь, что, слушайте, так ведь я-то вообще под это подхожу. Вот, к примеру, человек читает, он говорит, вот усталость, ломота в суставах, лёгкое мельтешение мужик перед глазами, и ты думаешь, так ведь это же я. А когда там дальше читаешь, что постоянные головные напряжения, то человек думает, что это вот моё. И это самонаведение у человека в состоянии полусна, дремоты. Вот почему не рекомендуется, когда ты проснулся, включать телевизор, вот только-только проснулся, смотреть какие-то журналы, включать телевизор, потому что это впечатывается в нас буквально вот почти навсегда. Сразу же, да. Итак, продолжаем программу практической психологии. Сегодня в студии у меня практикующий психолог, психотерапевт Артём Скобёлкин, и мы говорим про секреты нашей психосоматики. Уже много что ясно и понятно в этой теме, да, но очень хотелось бы узнать и моменты. Вы с нами щедро поделились практическими рекомендациями. Мы уже понимаем классификацию, да, тех проявлений психосоматических, с которыми сталкивается человек современный. Но у всех, наверное, вопрос, что с этим делать? Вот если, например, я сейчас, слушая вашу программу, понимаю, что действительно у меня есть такие психосоматические проявления, то можно ли как-то помочь себе, да, и профилактические меры, они вообще тоже существуют или нет? Да, конечно. Профилактические меры здесь вот во всей этой структуре психосоматического подхода самое приятное, что можно с этим как-то справляться. Приведу пример опять-таки из медицинской практики, пусть не своей, но медицинской всё-таки практики. Если мы сравним зуб, ну, если мы даже не сравним, а просто представим человеческий зуб, то у этого зуба есть эмаль, различные виды эмалей. И когда эта эмаль утончается, то уже тёпленькая кажется настолько горячим, а прохладненькая настолько холодным, что прям невыносимо. Знакомое чувство. И есть люди, когда их о чём-то спросишь, а для него как будто кипяток. Или с ним не разговариваешь, а он как будто бы заледенел весь, да. Это всё зависит от уровня психологической, физической и энергетической эмали или той иммунитета, который у нас есть. Вот если мы эмаль будем заменять словом иммунитет, то будет всё понятно. Если человек растратил себя, если он тратит, 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 не имея, не накапливая, и его иммунитет низок, то тогда всё к нему будет прицепляться. И поэтому в народе говорят, беда никогда не приходит одна. Почему? Потому что одно пришло, второе зацепилось, третье выползло откуда-то. К примеру, вирус гирпеса у есть у 70-90% человек. Но проявляется, ну, надо просто туда вылазить, только тогда, когда мы ослаблены, когда мы где-то съездили в отпуск, или тогда, когда мы волновались, готовились к какому-нибудь выпускному величию ветеру. Да, был какой-то стресс. И раз, и вылезло вот это вот всё в самый незадачливый момент. И это говорит о том, что вся профилактика сводится к тому, чтобы свой телесный, психологический и энергетический иммунитет восстановить. Про физический говорить не буду. Я думаю, что есть программа, в которой об этом скажут. Поговорим про психологический. Есть такая фраза «остерегайтесь своих мыслей, а не начало поступков». Вот мысли – это если мы опять-таки сделаем небольшой возврат к тому образу машины и водителя. Вот когда водитель забывает выключить свет в машине и уходит домой, с утра он приходит, и ничего не происходит. Да, аккумулятор сел. Аккумулятор сел. Так вот мысли, которые… И тут уже ситуация у меня знакома. Мысли, которые крутятся… Ну, вы вообще опытный человек, я вижу, да? Человек, который постоянно крутит в своей голове мысли, даже засыпая, она у него крутится, это то же самое, что включены фары. То есть та красная лампочка, которая всегда горит. Высаживаешь свой аккумулятор психологически. И поэтому первое, что нужно делать, это работать со своими мыслями. Есть, кстати, пять основных принципов, которые ещё во времена японских императоров были настолько почитаемы. Я могу их озвучить. Поделитесь с нами, да, поделитесь. Ну, каждый из этих принципов начинается со слов «именно сегодня». Для того, чтобы человек начал не завтра или с понедельника, а именно сегодня. Первый принцип – именно сегодня не беспокойся. Твоё от тебя не уйдёт. Даже если ты захочешь, да он всё равно будет здесь находиться. Он всё равно будет твоим. Не беспокойся. Есть определённый закон вселенского какого-то порядка. Ты всё равно от своего не убежишь, и твоё от тебя не денется никуда. Именно сегодня не беспокойся. Второе – именно сегодня не сердись. Люди поступают так, не на зло нам. Они иногда о нас вообще не думают. Это небольшой, может быть, секрет, но некоторые люди о нас вообще не думают. И иногда этих людей большинство. Поэтому не сердись. Всё происходит вот так. И задача – отреагировать на это как-то, но без вот этой злости, как будто бы весь мир специально для тебя сейчас здесь эту лужу налил. Третий принцип звучит так. Уважай своих родителей, учителей и старших. Как бы они себя ни вели, что бы они делали, но принимай во внимание их опыт. Относись к ним с уважением. Этого пока достаточно. Четвёртый принцип – усердно зарабатывай себе на жизнь и исполняй своё предназначение. Если цель деятельности – только зарабатывание денег, понимая это, что ты только на этой работе только зарабатываешь деньги. Вот эмоциональное выгорание, с которым сталкиваются многие специалисты, работающие с людьми, оно не проявляется у тех людей, которые работают только за деньги. И поэтому нужно разделить. Здесь я зарабатываю деньги, а вот там я даже не получаю денег, но получаю душевное удовольствие. А пятый принцип звучит так – относись с благодарностью ко всему живому. Неважно, комарик это, ну то есть его же там на ковчеге кто-то не прихлопнул, видимо, нужен, муравьишка, который переползает по своим муравьиным делам, да любой человек, который ведёт какую-то… Светок, который расцвёл, да? Вот всё. Потому что мне нам кажется, что люди действуют опять же нам на зло, и вот он идёт по факту. Вот если мы просто выберем себе три минутки времени, 30 или 60, и посмотрим, каждый из проходящих мимо нас людей ведёт какую-то свою незримую войну со своими обстоятельствами, каждый погружён в свои мысли, в свои сражения внутренние. И ему точно нет дела до тебя. Ну вот если мы с благодарностью уступим ему место где-то, или скажем, да проходите, у меня тут всего, ну в корзине у меня столько всего, а у вас только один йогурт, то я думаю, что человек как-то отнесётся правильно. Так вот эти пять принципов, они действуют именно на наши мысли. Не сердись, не беспокойся, уважай, усердно исполняй предназначения и с благодарностью относись. Именно тогда у человека появляется возможность воспринять мир полностью. И ещё, если человеку хочется кричать, то надо кричать, но не на своих близких или где-то ещё, а кричать в том месте, где тебя не заберут за твой крик. Например, болельщиком быть на футболе. Да, то есть нужно эмоции отреагировать. Грамотно отреагированные эмоции не приводят к тому, что вдруг где-то стало слишком много или слишком мало. Учитесь отреагировать, находите места, где можно вести себя так, как вам необходимо в данный момент. Такие места, они везде есть. Караоке мы великолепно поём. Конечно, то есть это караоке. Это где-то, где мы можем покидать что-то с криком «Кия!» или что-то сделать, и после этого... В душе петь. Ну как говорят. Так говорят люди, которые занимаются такими силовыми видами единоборства, одни из самых спокойных, если это какие-то разумные боевые искусства. Когда человек потом идёт, он настолько спокоен, что ему даже голос повышать не хочется, потому что он пришёл в себя. Так вот, всем нам я желаю прийти в себя, стать собой и чувствовать, что внутри, то есть снаружи. И, конечно, чтобы чувствовалось это внутри, снаружи счастье, радость, и что-то благодарное, благодатное. Да, причём, Артём, мне кажется, этому можно научиться самому и научить своих детей, да? Что тоже немаловажно. Вот в этом и состоит задача родителей, в том, чтобы сказать, вот если у тебя болит, давай мы здесь погладим, давай подумаем, давай тут ещё мы что-то подумаем. Потому что по факту у человека есть всё, чтобы себя вылечить хотя бы на душевном уровне, помочь себе на душевном уровне. И вот неумение наших детей – это наше неумение. Потому что дети за ошибки родителей ответственности не несут, а вот родители, как и начальники к своим подчинённым, также несут ответственность за ошибки своих детей. И поэтому надо, чтобы этих ошибок было меньше, чтобы вот этих вот психосоматических проявлений было меньше, потому что это всего лишь подсказка нашего тела о том, что что-то идёт не так, и нужно менять в лучшую сторону. Так вот, я предлагаю, увидев это, менять это всё в лучшую сторону, эффективно, и чтобы всё у нас получалось. Спасибо большое, Артём. И скажите, пожалуйста, есть ли в вашем центре «Два крыла» какие-то программы, что-то интересное, что было бы вот, например, направлено на эту же работу с психосоматикой? Да, во-первых, у нас проходит тренинг раз в год, летний тренинг, где мы с серьёзными, взрослыми, ответственными мужчинами выезжаем на природу и посвящаем два дня нашей жизни отреагированию этих эмоций. Мы, раскрою небольшой секрет, на одном из гаражей там нарисована мишень, куда мы кидаем бутылки от шампанского, которые не сразу удаётся разбить. Но наша задача – крикнуть, кинуть так, чтобы это весь лес слышал. И потом мы, когда вот уже сидя в бане, когда ты чувствуешь себя вот как, знаете, тряпочка от шарика у пяточка, да, вот что-то подобное, ты чувствуешь, что всё, ты уже всё отреагировал. Тебе здесь можно только сидеть, и вот звенящая пустота внутри. Это групповое занятие. У каждого человека свои трудности, которые раскрывать перед другими не всегда правильно. И поэтому основная работа идёт всё-таки индивидуально. Каждый человек раскрывается, даже мне, даже терапевту или любому детскому психологу нашего центра, постепенно, по чуть-чуть уже доверяя. И поэтому наиболее серьёзная работа идёт наедине, уединённо, то есть в моменте, когда вдвоём. Поэтому на самом деле со многими вещами можно справиться. Если вы почувствуете, что вы готовы, вы можете обратиться либо к нам в центр, либо к тому психологу, который вам покажется родным, душевным, уютным. Потому что для каждого всё-таки свой психолог, свой наставник, свой учитель, свой коллектив, где вы можете это всё сделать. Главное искать, главное начинать приводить себя в порядок. Ну вот на этом, наверное, и завершим сегодняшнюю программу, да? Я тоже, да, предлагаю завершить. И в какой-то момент, я думаю, что даже тех знаний, которые сегодня... Вы сегодня щедро поделились, спасибо большое. ...чуть-чуть поделился, это можно применять, не боясь, что вы причините себе вред, так как вы можете повлиять только на то, что вы сами и создали. Благодарю за приглашение. Да, спасибо большое. Сегодня в программе «Практическая психология» был кризисный психолог, психотерапевт Артём Скобёлкин, руководитель Центра «Два крыла». Ну а мы говорили о секретах нашей психосоматики. Желаю всем здоровья и отличного настроения. До встречи. Практическая психология